Привет, YouTube! Это рубрика Бьюти Новости. Сегодня поговорим с вами о том, почему аудитория не оценила новую лакшери-косметику от блогерши Ольги Нечаевой. Зачем люди добровольно режут себе кожу на голове и кому это вообще может быть полезно? Почему некоторые косметологи выступают против витамина АС в косметике? А еще, как можно самостоятельно сделать ватный диск и растворить салфетки для очищения макияжа без вреда для экологии? Предлагаю не затягивать и поехали сразу к новостям. Уходовой косметикой от блогеров уже никого не удивишь, поэтому некоторые решили набрать обороты. Причем нехилые. Люксовый люкс и баночки по 7 тысяч за каждую. Пафосные мероприятия и Яна Рудковская в качестве амбассадора. Думаете, я говорю про Шанель или Диор? А вот и нет. Это, друзья, обновленный Ле Муз от блогерши Ольги Нечаевой. Она уже давно грозилась выпустить пушку-бомбу и вот случилось. Встречайте новую линейку Ле Муз, которая по заявлениям самой Оли вышла на новый уровень. Однако аудитория все равно осталась недовольна. Но, собственно, почему? Ведь Ле Муз теперь это уже не просто косметика, а космоцептика. Кто не в курсе, это вам не просто уходовые банки, а банки с очень активными компонентами. Ведь космоцептика сочетает в себе и косметологию, и фармакологию. Вот и настал тот день, когда блоги решили захватить еще и рынок медицинских препаратов. Но прежде чем вызывать полицию нравов для блогеров, предлагаю посмотреть, что ж такого люксового нахимичила для нас Ольга и ее бренд. И что так не понравилось покупателям. Итак, все средства можно найти только на сайте Ле Муз. Маркетплейсы для уровня дорого-богато уже не годятся. То есть не может люкс продаваться нам на малом бирселеозоне. Нет, естественно. И там у нас кремы, сыворотки, масла и мусса. Стоимость от 2 до 5 тысяч рублей. Но есть ценники и помощнее. К примеру, сыворотка для 3D-увлажнения, чтобы это не значило, в 6. В общем, вы поняли, да? Перед входом на сайт налепить дисклеймер. Оставив зарплату, всяк сюда входящий. Хотя, погодите, вот есть кремы за 1000 рублей. Только тут всего 10 миллилитров. Короче, цены действительно люксовые. И некоторые подписчики тут же заподозрили, что это лишь наценка за пафос и знаменитых гостей на ужин и презентации бренда. Якобы весь бюджет ушел на рекламу и пиар. Ну, потому что мероприятие, которое устроило Нечаева, действительно прошло с размахом. Вот новый амбассадор бренда. Яна Рудковская. Которая сначала снялась в фотосессии для рекламы Le Mousse. А вот здесь уже вовсю замешивает крем для гостей. Ну, а среди гостей тут оказались именитые фигуристы Евгений Плющенко и Александра Труцова. А вместе с ним блогерша Ида Галич, певица Валерия и Юлиана Караулова. И это еще далеко не весь список. Нечаева собрала всех звезд под одной крышей, устроила масштабный ужин, позвала СМИ. Вот некоторые подумали, что бюджета на мощный состав уже не осталось. Ведь за 5 и больше тысячи рублей в составе уж точно должно быть золото, не иначе. И оно действительно есть. Как и серебро. А еще ксенон, усиливающий действие активных компонентов. Ну и не обошлось без популярных ингредиентов по типу сквалана, неоцинамида и других полезностей. А помимо этого в составе также большое количество растительных компонентов и масел. Гранат, папайя, пшеница, петрушка. Окей, составы у средств интересные, достойные. Интересно, тестирует ли их Оля как и раньше? Лично. Вот так вот, поедая ингредиенты. Об этом история умалчивает. Зато у бренда появилось новое помещение. Как пишет Ольга, это собственный завод Le Mousse. Все сотрудники тут в шапочках и при форме. Что ж, похвально. Очень надеюсь, что все требования соблюдаются не только для видео. В общем, выглядит все хорошо, но что ж тогда, собственно, не понравилась аудитория. И здесь никакого сюрприза нет. Народ не оценил стоимость продуктов. Да, они стали гораздо дороже, и не все готовы платить такие деньги даже ради крема от любимого блогера. Но Нечаева, похоже, заранее подготовилась к тому, что многие ее подписчики буквально охренеют о цен. Поэтому создала еще один, но уже бюджетный бренд. Можно сказать, это преемник старого Le Mousse. Только называется он теперь для кожи, да. Средства тут, как и раньше, стоят в пределах тысячи рублей на месте и прежней акции. Но аудитория не заценила этот ход, потому что оскорбилась. Мол, бренд создали специально для нищебродов, которые не могут позволить себе лакшер или мусс. Хотя цены-то остались такими же. А вот составы, как уверяет сама Ольга, стали еще лучше. И если в дорогущей люкс-линейке почти все средства вроде как уже успели полностью раскупить, то вот у бюджетного для кожи, да, дела, видимо, не так хороши. Зачем еще тогда Оле понадобилось бы запускать аттракцион невиданной щедрости и устраивать розыгрыш айфонов взамен на отзывы? На сегодняшний день карточки на маркетплейсе выглядят подозрительно идеально. И мы с вами уже знаем почему. На все 4 продукта и минимум 500 продаж можно найти только 3 негативных отзыва. И сейчас, когда Ольга уже аккуратно почистила свой пост с розыгрышем айфонов, складывается ощущение, что положительные отзывы на бренд для кожи, да, появились только благодаря высокому качеству продуктов. А так ли это на самом деле? Вопрос. Кстати, вы ни за что не догадаетесь, по какому поводу Оля Нечаева решила лично мне написать. Такого поворота событий я, конечно, вообще не ожидала и даже обратилась к вам за поддержкой. Своё мнение я уже высказала, но... А вдруг вы меня переубедите? Не понимаете, что вообще происходит? Значит, вы точно не подписаны на мой личный телеграм-канал. Заходите и не забудьте подписаться. Там я публикую то, что вы никогда не увидите в роликах на ютюбе. Ну а возвращаясь все-таки к косметике, главное, мне кажется, чтобы никто не ел ни ингредиенты, ни сами средства. А то я уже начинаю переживать не столько за покупателей, сколько за сотрудников Лемус. Ну а вообще радует, что рынок российской косметики развивается. Если у Оли реально соблюдены все требования, санитарные нормы и всё оксоставами, то это супер. Но продажи стартовали всего пару недель назад, поэтому будем ждать реальные отзывы на косметику. Так, друзья, ну про нарисованные брови мы с вами знаем, про нарощенные волосы тоже. А что если объединить это всё и нарисовать волосы? Оказывается, есть и такая процедура. Была замечена в ленте соцсетей и сразу привлекла моё внимание. Не все знают об этой процедуре, а называется она так – трихопигментация. Но это сложно, поэтому буду называть это просто татуажем. Ну потому что, по сути, это и есть перманентный макияж, только не на лице, а на голове. Благодаря этой технике мастер татуажа может визуально сделать волосы гуще, дорисовав волосики там, где их нет. Ну то есть процедура будет интересна тем, кто хочет уменьшить высоту лба – это раз, и тем, кто страдает от залысин – это два. Но всё же именно татуаж лба в последнее время набирает популярность. И триха татуаж, который, как правило, делают по показаниям здоровья, теперь всё больше и больше вливается в ряд бытовых процедур. Хотя татуаж там непростой. Для введения пигмента кожу разрезают и помещают в этот разрез пигмент. В общем, получается микроблейдинг. Мне стало интересно, не повредит ли это настоящим волосам и как будет выглядеть множество микро-ран на коже. На самом деле всё не так уж страшно. Для начала мастер помогает клиентам определиться с рисунком будущих волос и делает эскиз. Затем подбирает нужные оттенки. Кстати, салоны перманентного макияжа советуют приходить на татуаж волос уже тогда, когда кожа приобретёт свой привычный цвет. То есть после отпуска где-то в тёплых странах лучше подождать. Нужно, чтобы сошёл загар. Уже перед самой процедурой мастер обрабатывает кожу головой антисептиком и обезболивающим. И начинается татуаж. Длится он может пару часов и даже несколько сеансов, в зависимости от количества прорисованных волосков. После татуажа идёт обработка противовоспалительными и восстанавливающими составами. Этот этап лучше не пропускать и даже продолжить его в домашних условиях. Обрабатывать раны придётся ещё около 10 дней. За это время разрезы на коже покроются корочкой и заживут. Это в идеале. А пигмент станет не таким ярким и более натуральным. Но может случиться и такое, что в раны попадёт инфекция, либо мастер не учтёт все противопоказания. А их немало. И тогда процедура может провести к грубым рубцам, тяжёлой форме аллергии и очень долгому периоду заживления. Всё так же, как и с бровями. Ну а что касается возможного травмирования волос пациента, нам обещают, что всё будет ок. Игла, которая разрезает кожу, не должна заходить на глубину корня волоса. Хотя, конечно же, всё зависит от профессионализма конкретного мастера татуажа. Поэтому выбор специалиста здесь очень важен. Как для эстетики, так и для вашего здоровья. Но если всё прошло без осложнений, то результат выглядит очень даже ничего. Волоски действительно смотрятся естественно. Эффект сохранится примерно на год-полтора. А что, собственно, у нас тут по цене? В России процедура обойдётся до 20 тысяч рублей. Это если делать только линию роста волос, как в популярных роликах. А вот вся голова будет стоить уже около 50 тысяч. Да, это гораздо дешевле пересадки волос. Но и эффект будет совсем не таким. Главное помнить, что процедура хоть и не самая сложная, но всё равно инвазивная. Делать татуаж в медицинских целях, например, когда с ростом волос есть серьёзные проблемы, это одно. А вот подвергать себя рискам просто на волне моды уже сомнительно. Однако, если вы хотите обновить свою шевелюру, но не готовы делать на голове разрезы, есть и более безопасная альтернатива. Это фильтр из тиктока. Якобы с искусственным интеллектом. Блогеры убеждены, что умная маска подбирает идеальный для них цвет волос. Некоторые настолько доверились фильтру, что тут же пошли перекрашиваться в салон. А вот мне кажется, что эта история не совсем про искусственный интеллект. Ведь подбор цвета здесь это абсолютно рандом. Сегодня маска показывает тёмный оттенок, а завтра уже блонд. Ещё теперь каждый день нещадно красить волосы. Предлагаю не отключать критическое мышление, даже если блогеры уверяют, что фильтр умнее нас всех. Вместе взятых. Ведь непонятно даже с помощью каких параметров здесь вообще происходит подбор цвета. Хотя маска всё-таки не так уж и бесполезна. Ну, во-первых, можно бесконечно включать фильтр и оценивать на себе новые оттенки. А во-вторых, наверняка кто-то мечтал перекрасить волосы, но по каким-то причинам не делал этого. А фильтр может помочь принять решение и подтолкнуть, так сказать, к исполнению мечты. Поэтому и критиковать эту маску не за что. Но вот заявление про искусственный интеллект всё же поставлю под сомнение. Достовернее будет воспользоваться настоящей нейросетью или сходить к реальному стилисту и спросить советы у них. Хотя это будет уже не так дёшево и весело, как с музыкальным сопровождением в ТикТоке. Так, Максим, напомни мне, пожалуйста, после следующей новости попросить наших зрителей подписаться на канал. Только не забудь, ладно? Давай соберёмся и всё красиво сделаем. Максим, напомни мне, попросить наших зрителей подписаться на канал. Только не забудь. Друзья, давайте не будем говорить Кате, а просто подпишемся. Катя, прости. Витамин С в косметике – это пустая трата времени и денег. Именно так принялись заявлять некоторые косметологи и обычные пользователи. А ведь этот ингредиент далеко не новый, ему скоро стукнет аж 100 лет. Откуда же теперь пошли подобные заявления? Ну, для начала стоит отметить, что витамин С получил неслыханную популярность всего несколько лет назад. И теперь чуть ли не каждый бренд может похвастаться средством с этим компонентом. Кремы, сыворотки, маски, тоники, пенки для умывания и даже порошки, которые предлагают добавлять в уходовую косметику. Только ленивый производитель не добавил в свои банки трендовый витамин. Поэтому популярный продукт все чаще стал мелькать на полочках в ванной. И количество пострадавших от него, соответственно, тоже стало больше. Среди самых частых осложнений от витамина, да-да, именно осложнений, можно выделить. Разрожение кожи в виде аллергии и покраснений с пятнами, а еще появление новых прыщей и акне. Да уж. А ведь витамин С, наоборот, должен был бороться с проблемами кожи. Просто как-то не складывается картинка. Компонент заявлен как омолаживающий против морщин и признаков усталости, как восстанавливающий коллагенную упругость кожи, а также как один из лучших борцов с фигментацией. Так почему же тогда появляется раздражение и воспаление? А все дело в самом ингредиенте. Витамин С, или как его еще называют аскорбиновая кислота, это раздражитель кожи. А организм с кожными заболеваниями становится еще уязвимее. Если после применения косметики с витамином С вы замечаете у себя пятна или воспаление, то, скорее всего, у вас чувствительная кожа. В таком случае лучше найти средства с минимальными концентрациями кислоты. Не больше 5% для чистого витамина С. И не больше 10-15% для его производных. Но это только если вы жить не можете без аскорбинки в уходовых банках. И тогда будьте готовы пройти целый бьюти-квест. Ведь витамин С необходимо использовать вместе с СПФ-ками. Ингредиент очень чувствительный к солнцу и УФ-лучам. Если обмазаться аскорбиновым кремушком и выйти на солнце, то кожа буквально офигеет. Привет, фоточувствительность. Ну и новые пятна. И вы спросите, ну как же так получилось? Ну, если кратко, то витамин С борется с пигментацией, которая защищает нашу кожу от солнца. А если этой защиты не будет, то ультрафиолет нанесет коже двойной удар. Так что солнцезащитные средства обязательны. Либо, как вариант, можно применять популярный уход только в ночное время. Ну и это еще не все. Кожу-то от солнца мы защитим. А что делать с самим витамином? Напоминаю, он пипец как боится света. А еще воздуха. Поэтому уходовое средство может очень быстро выйти из строя. К примеру, со временем сыворотка может поменять свой цвет. И вместо прозрачной или желтоватой стать коричневой. И тогда это будет уже пустышка. Деньги на ветер. Для решения этой проблемы производители косметики и химики-технологи решили, упаковку сделаем темной, чтобы она не пропускала свет. Это первое. И второе. Найдем идеальную формулу витамина С, которой все будет ни по чем. С первым все ясно. Темная упаковка не проблема. А вот решение для второй задачки, к сожалению, пока так и не придумали. Поэтому пока что чистую кислоту решили дополнять стабилизирующими компонентами. Например, витамином Е или другими кислотами. Либо есть еще такой вариант. Использовать не саму аскорбиновую кислоту, а ее производные. Да, они могут быть не такими эффективными и классными, но зато не откинутся от первых случаев солнца. В общем, нюансов просто куча. Но вывод один. Витамин С в косметике не пустышка. Но если у вас есть негативная реакция на такой уход, это явно не ваш вариант. Если даже минимальные концентрации кислоты вызывают покраснение в испании на коже, то никакая трендовость компонента не стоит таких жертв. И я рада, что косметологи и покупатели стали чаще об этом говорить. Ведь вся проблема заключается не в вашем организме, а в капризном компоненте. А альтернативу можно найти всегда. Правда, в этом случае, скорее всего, придется обзавестись несколькими баночками. По отдельности от морщин, от пигментации, для сияния. Но ваша красота и здоровье точно этого заслуживают. Ну а если витамин С вам подходит, но вы все равно переживаете из-за возможных негативных последствий, то посоветуйтесь с своим косметологом. Специалист точно поможет вам подобрать безопасный и эффективный уход. Заставить мицеллярку исчезнуть на глазах? Или сделать ватный диск самостоятельно за считанные секунды? Друзья, это не новый курс по домашним фокусам и не кружок рукоделия. Речь идет о косметике будущего. Точнее, даже настоящего. По ТикТоку уже вовсю гуляют ролики с ватными дисками Handmade. И там ватные диски распыляют прямо на ладонь. А потом прижимают, чтобы сделать его более плоским. Да-да, вам не показалась таинственная жидкость из баллончика превращается в мягкую крохотную подушечку, которую потом можно еще и лицо протереть. Блин, выглядит очень прикольно. Но что это вообще такое? А чем-то напоминает монтажную пену или гель для бритья. Но нет, все мимо. Японский бьюти-бренд, который создал все эти жидкие ватные диски, заявляет, что его продукт это что-то вроде пушистого хлопка, да еще и холодного. Прям как снег. Интересное заявление. Прохладный диск точно обещает необычное ощущение. Только вот хлопок в описании, как мне кажется, не совсем точное слово. Все-таки этот ватный диск, не просто заготовка, на которую дополнительно нужно нанести тоник или другое средство, это уже полноценный продукт. Такими дисками советуют протираться перед нанесением макияжа, и другие уходовые банки при этом можно вообще не использовать. Ну, потому что жидкий диск уже содержит себе эссенцию, которая, по заявлению бренда, должна охладить и сузить поры. И пока модель и основательница собственного бренда косметики Хейли Бибер вовсю продвигала модный клубничный макияж, в Японии эту ягоду решили ассоциировать с черными точками на носу, а кожуру цитрусов с расширенными порами. Клубничный нос, апельщиновые щеки. Вот это все. Но предлагаю посмотреть, что там по составу. Чем же бренд предлагает нам исправлять нашу фруктово-ягодную кожу? А там все. Всевозможные экстракты растений, коллаген и гиалуронка. Все для увлажнения и восстановления кожи. Есть даже скипидар, но не абы какой, а в виде комфортного для кожи эфирного масла хвоя. А еще спирт и другие ему подобные компоненты. Причем на первых местах в составе. И это уже не так приятно. Да, какие-то вещества могут поступать консервантами, но как-то их здесь много, как по мне. И за это кожа спасибо уже не скажет. Кстати, а вот самого хлопка среди ингредиентов не оказалось. Так что сравнение с пушистым диском всего лишь образное. В России средства не продают, но если вдруг заинтересовались, то такие жидкие диски стоят 30 долларов или около 3000 рублей. Оправдать такую стоимость может разве что не обычный формат продукта. Я бы точно не отказалась таки попробовать. Превращать пену в ватный диск это прикольно, но вот как отреагирует на подобный уход кожи все же большой вопрос. А еще есть вопросики к тому, что делать с диском после применения. Выкинуть его в мусорку? Или может он сам со временем растает? В рекламных роликах об этом ни слова. Так что вряд ли. Но на этот счет есть и другая не менее прикольная вещица. И если жидкие диски существуют уже давненько, то вот этот продукт новинка. Это салфетки с мицелляркой, которые растворяются в воде. Хоба, и нет салфетки. Задумка просто супер. Формат полезный для экологии, а еще эти салфетки очень удобно брать с собой в дорогу. Представил их бренд, который известен своими многоразовыми уходовыми продуктами с рефилами. А тут-то у нас наоборот. Максимально одноразовый расходник. Но так даже лучше. В составе вообще нет пластика или каких-то намеков на искусственные волокна. Зато есть куча натуральных компонентов. Ну и основа для мицеллярки. Уважаемые знатоки, небольшая бьюти-векторина. После использования растворимую салфетку можно утилизировать. А. В душе. Б. В раковине. В. В туалете. Г. Съесть и запить чаем. Секунду, не подумайте. И правильный ответ. Да, салфетку предлагают растворить везде, где только можно. В душе, в ванной, раковине и даже в туалете. Потому что растворяются они реально за считанные секунды. А вот запивать их чаем все же не надо. Поберегите ЖКТ. Но почему эти салфетки станут удобными в дороге? Да чисто из-за формата. В картонной упаковке отдельно лежат 14 саше с мицелляркой. Саше, кстати, сделано из древесной массы. Поэтому салфетки можно будет растворить в воде. А все упаковки отправить на переработку в специальное место утилизации. Или к себе на дачу. Короче, плюсов масса. Под вопросом только цена. Переведу сразу в рублей. Это 2000 с небольшим. За 14 салфеток. Или 2 недели вечерних умывашек. Дороговато. Но, как я и говорила, эти салфетки будут очень удобны в дороге. Плюс природа не пострадает. А еще лично мне было бы интересно посмотреть, как эта салфетка будет растворяться уже перед моими глазами. А не просто в рекламном ролике. Уважаемые российские бренды, буду ждать от вас похожих технологий. Такой я точно одобряю. Ну а на этой новости у меня все, друзья. Спасибо большое, что вы досмотрели это видео до конца. Мы с вами увидимся совсем скоро, буквально в следующем ролике. Я вас всех люблю. Целую. Пока-пока.